РИЖСКОЕ ДУМА В Вадима Бараник, Алексея Росликова, Валерия Петрова, Виталия Дубова накануне вечером исключили из фракции, а сегодня утром из самой партии за грубые нарушения фракционной дисциплины. Они, по словам Нила Ушакова, отказались голосовать за Сандриса Бергманиса и Олега Бурова на постах вице-мэра и члена правления свободного порта соответственно. Когда уже было объявлено второе заседание, причем буквально минут за 15, если я не ошибаюсь, до начала заседания, последовали действия, когда коллеги сказали, что нет, мы не согласны. Комментируют, почему они так действовали, какие цели они ставили, очень трудно. По словам Алексея Росликова, во фракции они кандидатуру Бергманиса не поддерживали, а Бурова и вовсе не обсуждали. Нила Ушаков предлагал направлять Сандриса Бергманиса на должность без обязанностей, так называемый пустой вице-мэр. Здесь появляется огромный вопрос, чем будет заниматься новый вице-мэр. Вопросами безопасности, вопросами благосостояния, вопросами развития города, что будет входить в его компетенцию? Ничего, он будет пустой, вице-мэр. Как за такое решение можно голосовать? Четверо депутатов предложили этот вопрос перенести, подготовить его более основательно и потом уже вносить для рассмотрения Рижской думы. Что касается вопроса по избранию господина Бурова на пост в правлении Рижского свободного порта, о чем тоже говорится, что четверо депутатов отказались это делать. Четверо депутатов вообще не отказывались это делать. Но дело в том, что этот вопрос опять-таки на лежащем порядке не был рассмотрен на заседании фракции. Избранному мэру Данису Турласу теперь предстоит понять, кто состоит в его коалиции. Я буду приглашать, это я подтверждаю свои предложения, буду разговаривать со всеми председателями фракции. Если с ними мы достигнем дальнейшие решения, встречаться в составе всех фракций и обговаривать те вопросы, те для каждой политической фракции приоритеты, важные, которые они бы хотели решить как первоочередные. Между тем, если четверка отступников присоединится к нынешней оппозиции, власть в Риге может поменяться. Фракция Единства никак не собирается тут как-то помогать и держать эту коалицию. И то, что мы видим, направление правильного всего было бы все-таки идти на неочередные выборы. Малочисленные коалиции, где мы, оппозиция, вместе каждый раз ищем сотрудничество или какой-то меморандум с некоторыми людьми в год с колпотой или где-то. Теоретически. Но я здесь просто рассказываю варианты теоретические. Впрочем, позже оппозиция приняла решение с идеологическими врагами не сотрудничать. Олег Буров еще вчера писал заявление об уходе с поста вице-мэра, но срочно его отозвал. Теперь нужно понять, что делать с учреждениями, которыми руководили отступники. Их собираются снять со всех думских постов. Сейчас нужно принять постановление Думы. Я думаю, что тут не будет возражений у оппозиции по отстранению Вадима Баранника с должности вице-мэра. Это инициатива партии САСКОНИ. У нас нет оснований их не поддержать. И поменять предприятия, которые перейдут потом к мэру Дайнису Турлайсу. То есть эти предприятия первоначально были у Нилы Ушакова. Потом они перешли к вице-мэру Бараннику. Сейчас они должны перейти к Турлайсу. И потом будет видно, что делать. Политолог Юрис Розенвалдс дает свою оценку происходящему. Милые бронятся, только тешатся. У представителей теперешней правящей коалиции у них просто других возможностей нет. И если они хотят избежать внеочередных, то есть распуска Рижской Думы и внеочередных выборов, чем их уже попугал господин Америкс, то им надо как-то договориться. В понедельник ситуацию в Рижской Думе будет рассматривать правление партии Согласия. Галина Солодовник, Иван Милов, Олаф Першевиц, Латвийское телевидение.